Всем привет! Сегодня наша речь пойдет о гибкой ленте на адресных светодиодах и с возможностью интеграции в систему умного дома Tue Smart или Home Assist. Основной плюс адресных светодиодов в том, что можно создать практически любые цветовые комбинации и задавать различные режимы свечения. А светодиодов здесь 8-4 штуки на 1 метр ленты. Матовое гибкое покрытие создает эффект неоновой подсветки. Кроме этого лента имеет защиту от пыли и влаги IP67, что позволяет ее использовать не только дома, но и на улице, но с некоторыми оговорками, о которых ниже. Давайте более детально посмотрим на эту новинку, а также интегрируем систему умного дома Tue Smart и посмотрим вообще на ее возможности. Очень ответственно продавец подошел к уколковке своего товара, хоть по сути ломаться и развиваться тут нечему, но большая попырка присутствует. Посылкой по сути можно играть в футбол, ничего с ней не случится. У кубкова на Лейтлэндах простую картонную коробку, без никаких либо картинок и прочих обозначений. Внутри все компактно расположено и давайте посмотрим на комплектацию этого набора. Без блока питания никакая лента работать не будет, поэтому для трехметровой ленты в комплект находится блок питания с европейской вилкой, выдает 24 вольта, ток до 1,5 ампера, общая мощность 36 ватт. Для крепления ленты в комплекте находятся 10 пластиковых P-образных держателей и саморезов для крепления. Так как лента имеет своеобразный профиль, то наличие крепления в комплекте это тоже плюс, так как позволяет закрепить умную ленту на практически любой поверхности. Сама лента свернута в своеобразную бобину и стянута тканевыми стяжками, которые кстати в дальнейшем можно применить в качестве универсальных стяжек для любого кабель-менеджмента, так что выбрасывать лично я их не рекомендую. Конец ленты закрыт резиновой заглушкой. Такая же заглушка примерно находится в начале лета. Видно, что эти заглушки приклеены, что подтверждает влагу и пылезащиту по стандарту API67. Даже коннектор к контроллеру имеет силиконовое уплотнительное колечко и защищенное контактное соединение. Сама лента по сути светит только одним боком, благодаря прозрачному рассеивателю. Все остальные части ленты закрыты белой силиконовой накладкой, которая создает эффект равномерного неонного свечения. Ленту без проблем можно согнуть на 180 градусов, но сильно перегибать ленту я бы не рекомендовал. Ширина ленты составляет 15 мм, а толщина всего 7,5 мм. Длина либо 3, либо 5 мм. Ленту можно обрезать. Через каждые 7 см на ленте нанесена темная насечка для обрезки. После обрезки, чтобы закрыть торец ленты, в комплекте находится довольно толстая резиновая заглушка. Инструкция на английском языке. В целом все просто и понятно. Контроллер управления – это по сути главный элемент в этой умной ленте. На верхней части расположены три кнопки выбора режимов работы умной ленты. В верхней части расположен микрофон для создания светомузыкальных эффектов. На боковой части наклейка с QR-кодом для скачивания приложения TUE Smart. В торце разъем для подключения питания. Из нижнего торца выходят два коннектора для подключения LED ленты. И еще один хвостик – это инфраструктный средиод для управления умной лентой с помощью пульта управления. Подключаем ленту. Вот нюанс, о котором я говорил по поводу влагозащиты. Контроллер не имеет ее, поэтому саму ленту можно размещать на улице, но контроллер необходимо будет или как-то защищать, или располагать его в помещении. Кнопка вверх, она же цвет. Краткое нажатие – это переключатель автоматических сцен, а длительное нажатие переведет в режим статического освещения. В статическом режиме выбранного цвета увеличение или уменьшение яркости. Средняя кнопка – краткое нажатие – это изменение скорости сцены в автоматическом режиме, длительное нажатие включения и выключения ленты. Нажатие более 5-ти секунд – выключение. Нижняя кнопка – краткое нажатие – переключение в режим света музыки, а в автоматическом режиме – смена режима. Так же смена цвета освещения, и скорости capacity работы сцены. ИК пульт управления также находится в комплекте. Питается фольт от батарейки типа таблетка CR2032, в верхней части кнопка включения и выключения ленты, кнопка установка автоматического режима, она же режим выбора различных сцен. Под ними в отдельном блоке изменение автоматизации автоматических сценариев и скорости их работы. Правее кнопки управления яркостью свечения ленты, посередине ленты выбор отдельного цвета свечения красный, зеленый и синий. Под ней шесть вариаций цветов, желтый, голубой, фиолетовый, сиреневый, розовый и морской волны. Лента у нас не совсем RGB, а RGB-eq, что позволяет одновременно отображать несколько цветов на одной полосе света. С другой стороны RGB может одновременно отображать только один цвет. Стандартной светодиодной ленте RGB используется светодиодный чип 3 в 1, в светодиодной ленте RGB плюс W используется либо светодиодный чип 4 в 1 с белым чипом и при нажатии на кнопку W на пульте лента светятся ярким холодным белым цветом. Соседняя кнопка слева отмечает отмеченный красным переводит ленту в теплый желтый цвет, справа кнопка циклического выбора режима свечения ленты. В самой нижней части пульта два пресета музыкальных режимов 1 и 2. Вот такие автоматические сценарии работ присутствуют в этой умной ленте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Также можно составлять различные фигуры, на которые у вас хватит фантазии. Вот, например, сердечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но самое интересное в этой ленте, это работа с мобильным приложением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот, добавляемое устройство, у нас сразу нашлось. И находим нашу ленту. Выбираем нашу WiFi-сеть и вводим от нее пароль. После этого и идет добавление. И можем там дальше указать, в какую комнате она расположена. Обозвать. После первого запуска нам будет предложено выбрать длину нашей ленты. Я выбираю 2.35, потому что у меня примерно будет такое расстояние. На главном краю можно выбрать любой цвет свечения, просто проводя пальцем по палитре цветов. А вот если выберем режим рисования, то можно отдельные участки раскашивать в разные цвета. Просто выбираем цвет на палитре и клацаем на соответствующий участок нашей LED ленты. При необходимости часть сегментов мы можем вообще выключить. Для этого выбираем ластик и выбираем нужный сегмент, который нам надо потушить. Также можно использовать так называемую пиксельную палитру цветов или выбрать из 22 уже готовых комбинаций. Сценариев работы 44 штуки, это реально очень и очень много. Я думаю каждый сможет найти сценарий работы, который ему нужен. А если не нашли, то осталось создать свой. Нажимаем добавить, тут выбираем режим переключения цвета, цвет, яркость и даже скорость работы. Тут все уже ограничивается только фантазией и вашими потребностями. Следующий режим, это режим светомузыки. Здесь доступно 6 готовых пресетов, где мы можем еще дополнительно управлять чувствительностью. Используется микрофон в контроллере нашей LED ленты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мы также можем использовать микрофон нашего мобильного телефона. Для этого переключаемся в АПП мод и выбираем нужный режим. В настройках мы можем изменить размер ленты, а также указать различные таймеры на выключение и включение ленты и таймер обратного отсчета до выключения. В настройках можно создавать группы с другими умными осветительными гаджетами. Мы можем обновлять устройства, а также подтверждена работа с Alexa, Google Assistant и Alice. Самый логичный сценарий автоматизации, как мне видится, это подсветка при движении для открытия дверей. Я решил сделать по детекции движения и только в темное время суток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нажимаем создать сценарий. При изменении статуса устройства выбираем наш датчик движения. Выбираем пир. И здесь, если обнаружено движение человека. Далее ставим тогда. Выбираем запустить наше устройство. Выбираем нашу ленту. Включение. Ставим однозначно он. Здесь дальше можно выбрать режим свечения, белый, какой-то цвет или даже сценарий. И таймер обратного отсчета. Мне пока не надо. Нажимаем далее. И теперь все, что мне надо, это указать, что он будет работать ночью. Здесь нажимаем три точечки. Полный день. Нам не надо. Ночь. Выполнено. Следующим шагом сохраняем. Следующим шагом ставим автоматизацию. Если пир не было никакого движения, лента OFF. Простая автоматизация, которая поможет вам ночью не разбить себе нос о полной темноте. В HOME ASSIST переходим в интеграции и перезагружаем. Интеграцию TUYA. Следующий шаг у нас появляется устройство 24RGB STRIP. Добавляем на панель. Внутри панели мы можем включать и выключать наше устройство. А также изменять яркость. И выбирать цвет включения. Автоматизация и прочие сценарии зависят уже от вашей фантазии и устройств которые есть в наличии. Для сравнения вот так светит простая RGB лента. Как вы видите свечение точечное. Видно каждый светодиод. Свечение довольно не равномерное, хоть и достаточно яркое. Примерно через каждые три сантиметра закрепляем наш пластиковый крепеж и вставляем ленту в него. Под неоновой подсветкой подразумевается газоразарная лампа в форме трубки, которая под низким давлением наполнена неоном, одноатомным и ни одним газом без запаха, через который проходит ток. Поэтому свечение полностью равномерное. И на это делает акцент производителя. Как мы видим равномерность свечения в целом 95-98%. Светодиодов практически не видно. И яркость освещения равномерна по всей длине ленты. Так что неон, не неон, но свечение по всей длине довольно яркое и главное равномерное. Но если сильно приглядеться, то яркость в некоторых точках выше чем в соседних. В целом рассеивание света довольно неплохое. Не неон, но очень близко. Белая подсветка выглядит вот так. Отличный и качественный продукт. Могу рекомендовать в покупке. Продавец уделяет внимание не только качественному товару, но и упаковке своего товара. Если вы хотите украсить и сделать оригинальную свою комнату, это неоновая лента для вас. Можно воплотить практически любую фантазию. От банальной подсветки рабочего места до создания романтического настроения в спальной комнате. Или даже создав рисунок лентой в детской комнате. Радует обширный функционал этой ленты. Лентой можно управлять с кнопок на контроллере, можно управлять комплектным пультом, а можно управлять через мобильное приложение или через Home Assist. Также контроллер устроит микрофон и при выборе музыкального режима лента будет выступать в роли света музыки на вашем празднике. В совокупности с различными датчиками и сценариевами умного дома автоматизация используется только в вашей фантазии. Всем, ребята, всего хорошего. Если видео вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте там внизу, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok